Он является такой жемчужиной вообще нашей коллекции каменной пластики. Датируется он примерно третьим тысячелетиям до нашей эры. Он старше египетских пирамид и изображает человека, усатого. Раньше, когда его только нашли и публиковали, его связывали с культом быка, с индрой, арийским божеством, создателем вселенной, бога грома. У него есть булава ваджра, такой атрибут характерный для индры. Но позже исследования показали то, что все-таки элементы зооморфности присущие ему, острые уши, хвост длинный, они явно не бычьи. И возможно они принадлежат кому-то хищнику. Но так как мы помним, что оставляли это племена, у которых была скотоводческая магия, то возможно данный персонаж, изображенный на керносовской стеле, это был некий легендарный охранитель стад, шаман, оборотень, который мог превращаться или в собаку, которая помогала выпасать эти стада, или в волка, который тоже являлся таким очень особенным животным и мог истреблять эти стада. Цена священной охоты, возможно, это тоже хвостатый человек, тоже чертой, заморфности, хвостатый человек. Там каждый ученый, конечно, куда хочет. Хоть и мужская фигура, вот этот отец, плодородие, ну да, она выходит. На лопатках у него солнце и месяц, и стопы, и вот стопы, смотрите, опять изображение стоп. Ну, еще, как вариант, помнишь, как аватар, же, воплощение, 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 в земле, легендарный, как у них там, рамку, руша, который пришел и научил, учил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok